Добрый день, дорогие друзья, дамы, коллеги, господа, постоянные участники нашего лектория, Зазеркали истории. Сегодня у нас лекция писателя-волюнтолога Александра Белова. Как выглядели наши предки, от кого мы произошли. Тема глобальная, вот не знаю, насколько она вообще может быть освещена в короткой лекции, но, по крайней мере, автор лектор предложил свою версию этого глобального события нашей истории. Сколько времени? Час. Сейчас. Попробуем. Так, дорогие друзья, можно, наверное, свет выключить, если не нужно. Да, как выглядели наши предки. Ну, вот это баннер, который присутствует у Георгия. Точка зрения эволюционистов хорошо известна. Наши предки долгое время плавали рыбами в воде, искали пропитание, роя носом были, охотились на себе подобных. Современный человек вырос в косму жал, создает компьютеры и искусственный интеллект. Все благодаря эволюции. Что явилось побудительным мотивом? Побудительным мотивом, заставившим рыб превращаться в человека, абсолютно непонятно. Во всем виноват естественный отбор. Он мудрый, накапливал полезные мутации в рыбах, трудился денно-ношно, скрещивал носителей полезных мутаций. А рыб с вредными мутациями скаривал мутантам, которые постепенно, от миллиона к миллионолетию, превращались в человека. Зачем он это делал? Просто так, посмотреть, что получится из этого. И получилось же. Но это чистая случайность. Могло не получиться. Так вы плавали мы с вами рыбами. Другая точка зрения на происхождение человека, религиозная. Она лишена многих научных деталей. Ее надо верить, рассуждать, анализировать церковные традиции, как не принято. Бог знает, как создавал человека. Мы верим Богу, что он это сделал. Цель человеческой жизни вера, ибо по вере дается нам, а рассуждения на тему, не подвластные человеческому рассудку в современной церковной традиции, не приветствуются. Хотя не всегда было так. Очевидно, эта более поздняя тенденция возникла как реакция на окообразный материализм, дарвинизм, эволюционизм. Третья точка зрения распространена среди уфологов, фантастов, любителей поразмышлять на сложные темы. Человек прилетел из космоса. Эта точка зрения хоть и отвечает на главный вопрос, где и как возник, не отвечает. Но она позволяет последовательно выдвигать некоторые версии, сравнивать эти версии с имеющимися фактами, приходить к определенным выводам. То есть эта точка зрения в большей степени соответствует логическому подходу в мышлении. Выдвигать суждения, сопоставляя их, делать ему заключение, как ни парадоксально, но ни первая точка зрения эволюционистская, ни вторая религиозная, не способствует выдвижению гипотезы и опровержению по мере накопления новой информации. С религией все понятно. А вот почему теория эволюции не способствует размышлению? Все дело в том, что теория эволюции давно превратилась в квазирелигиозную догму. Доказывать ее не надо. Слушать те, кто ее опровергает, тоже не надо. В теорию эволюции верят или не верят. Подвергать ее сомнению в так называемой научной среде считается дурным тоном. Эволюционисты уже давно занимаются тем, что сами себе придумывают работенку, выявляя исследуя полкакие мелкие детали из тех, которые еще не известны эволюционной науке, и до которых не дотянулись мозги и руки многочисленных коллег и предшественников. Как говорят сами эволюционисты, наука – коллективное дело. А раз так, то надо строить только верхние этажи и слегка изменять декор, поводу новым веянием, а перестраивать что-либо считается неприличным и даже оскорбительным, хотя бы по отношению к памяти почивших коллег, которые возвели это сложное строение, теорию эволюции, которая кормит весь огромный штат ее обитателей и содержателей. Итак, сначала о выводах, о доказательствах, чтобы не утомлять зрителей. Люди – наши непосредственные предки, не потомки обезьян и рыб. Они, судя по всему, появились на этой планете внезапно, в очередной раз около 50 тысяч лет назад. Теперь о доказательствах. Как выглядели наши предки, хочется узнать многим. Точка зрения эволюционистов известна. А как было на самом деле? Вероятно, у них была светлая кожа, светлые волосы и светлая радужка. Они были высокого роста и совсем не были похожи на обезьян. Это вовсе не потому, что так хочется автору. Давайте познакомимся с фактами. Сказать точно, как выглядели наши предки, позволяет следующее соображение. В антропологии есть специальный термин «палеоевропейцы». Как считают, в большей степени внешний облик этих людей, верхнего палеолита, наследует атланто-беломорский, баламуро-балтийский антропологический типы. Носители этого типа живут на севере Европы. Они, по большей части, имеют светлую кожу, светлые волосы, глаза. Это германцы, прибалты, северные русские, поляки и так далее. Еще в большей степени близки к карманьонцам верхнего палеолита пережиточные кармониды. Их еще называют фальской или дайской расой. У них очень высокий рост, атлетическое телосложение. Квадратное лицо с выступающим вперед подбородком, мощная нижняя челюсть. Челюсть мощная. И широкие скулы, прямоугольные глазницы. У кармонидов самый большой объем мозга. У остальных людей он поменьше. Волосы светлые, рыжеватые, кожа белая. Это пережиточные кармониолцы. Разные реконструкции голова и лица кармониолцы. Ну, в широком смысле понимаемые, как дебет, наш антротический антрополог, говорил. Можно предполагать, что именно этот тип наследует пришельцам верхнего палеолита в большей степени. Почему у этих людей такая светлая кожа? Вероятно, у них были предки инопланетяне, обитали в условиях пониженной инсоляции. Вероятно, светило на планете Донали, с которой прилетели вселенцы, было значительной степени удалено от планеты, на которой они проживали, нежели здесь на Земле. Они постоянно, вот эти пережиточные кармониды, обгорают на солнце. Им трудно длительное время загорать. Кожа может получить ожоги. Быть может, они даже дети подземелья, в кавычках, с искусственным освещением. Согласитесь, на выходцев из Африки, как-то о том, где наимошно толкует эволюционисты, эти люди совсем не похожи. Ну, и вот здесь Атланта-Беломорец, северный тип слева, и кармонид, фальская раса справа. Глаза этих людей довольно большие, но упрятаны глубоко глазницы. Они плохо переносят яркий свет. Ну, и у них вообще проблемы со зрением. У меня приятель был в школе училища, но у него совершенно другая. Но проблемы со зрением, в общем, такой весь, как говорится. А вот со зрением, они плохо переносят яркий свет. Обладают способностью, как ни странно, к сумеречному зрению, в большей степени, чем остальные. Вообще, надо отметить, что большие глазные глазницы, характерные для животных, ведущие ночной или сумеречный образ жизни. Аналогия весьма понятна. На планете Донере не было столь яркого света. Отсюда проблема у многих кармонидов и представительной северной расы Европы. Глаза слабое место. В возрасте зрение садится, и многие носят очки. Очкариков больше в Европе, чем в Африке. Кто бы по этому поводу что бы не говорил. Яркая телевизионная реклама, нереально насыщенные цвета плазмы делают свое черное дело. Зрение садится довольно быстро не только у кармонидов, но и у всех европеоидов. И не только у них. Глаза негроидов, привычные к яркому солнечному свету, не столь негативно реагируют на достижения современных передовых технологий. Эволюционисты толкует о том, что северные народы вторично депигментировались, и о том, что их предки до прихода в Европу были чернокожие. Почти как у Пушкина. На снег она смотрела, что в кожу побелело. Странное дело. А как объяснить тогда наличие светлохожих людей в Северной Африке? Например, берберы, риф. По своему типу они похожи на кармонидов. У них широкие лица, массивные челюсти. Цвет кожи у них большинства белый, с розовым оттенком. Часто встречаются светлые волосы, светлая радужка, глаз. А это жители Африки. Причем, что интересно, даже у тех берберов, у которых темные волосы, часто раздаются дети со светлыми волосами. Волосы с возрастом темнеют. Ну, вот здесь видно, например, на примерах. Все о том говорит, что предки темненькие, были светленькие. Не антогенез повторяет сжатые ускоренные формы филогенез, историческое развитие беды, как о том гласит биогенетический закон Гекелемюля. А наоборот, филогенез, повторяет антогенез, это является свидетельством изменений происходящих в популяции людей. Ну, вот здесь Гуанчи с острова Гомера. Это испанские хроники, в общем-то. Также народ Гуанчи, живший некогда на Канарах, имел светлую кожу, а своим физическим обликом походил на карманьонцев. Сохранились мумии, светлокожих, ржеволазцев, Гуанчи. По сообщениям испанских других завоевателей, в 15 веке главный остров населяли светлокожие аборигены европеоидного типа, среди которых иногда встречаются люди с серыми, синими глазами, с каштанами, рыжими волосами. Ну, мы не остались, мы их там перетирали в Европе порошок целебный, в общем, использовали как снадобие, ну и так далее. Гуанчи относятся к мифтоидной расе древних европеоидов. Образцом выделения описания типа служили скелеты из могильников. Марокко, Алжир, ну и так далее. Количество скелетов, относимых к этой расе, увеличивается к Атлантическому океану. Ну, это как бы плавно к нашей теме Атлантиды переходим. Предполагаю, что этот тип также имел отношение к ибермавританской культуре, возникшей на севере-западе Африки около 12 тысяч лет назад. Надо заметить, что именно в это время на рубеже плестоцена-голоцена состоялась так называемая плестоцена-голоценовая катастрофа геологическая около 12,5 тысяч лет назад разразилась. Внезапно растаяли два гекканских ледника северо-эвноперские, который был эпицентр над Ботническим заливом, и североамериканский, который две трети Америки покрывал. А северо-эвропейские, мощность его была 3 километра в высоту, и даже прогиб, и до сих пор в районе Белого моря постепенно поднимаются берега на 2-3 сантиметра в год, потому что даже кора прогнулась, и она постепенно поднимается. Хотя уже прошло 12, ну, 10 тысяч лет со времени деградации этого ледника. Уровень мирового океана поднялся тогда на 150 метров, когда растали ледники против предыдущего уровня. Вода поглотила гигантский шельф материков, превратила огромные острова в архипелаги. Не исключено, что эта катастрофа погубила легендарную Атлантиду. Аберберы и Иберы являются потомками жителей колонии Атлантиды. Ну, и не только они, но и переживочные кармониды, которые сохранились на севере Европы. Весьма интересно также, что у басков, компактно проживающих на Берийском полуострове, самая высокая в мире встречаемость отрицательного резус-фактора, около 30%. У 60-ти басков-процентов есть ген, который кодирует появление резуса отрицательного фактора. Басков многие считают потомками карманьонцев, не исключено, что раньше у всех потомков карманьонцев, с временных людей был резус-отрицательный кровь. Но под воздействием адаптивных механизмов к земным условиям, кровь изменилась на резус-положительную. Теперь лишь 15% европеоидов имеет резус-отрицательный фактор, остальные расовые группы значительно меньше. Ну, уж такой резус-фактор, это особый живот, который расположен на клеточной оболочке тронцитов. Ну, считайте, что он защищает от вирусов, от разных нехороших агентов. Распределение в процентном... ну, то есть, адаптация к микробной и бактериальной, и к мирусной среде, которая распространена на Земле. Очевидно, не было таких микроорганизмов на планете Доноре. Распределение в процентном отношении резуса отрицательного фактора в Европе. Обращайте на себя внимание, что больший процент встречается у компактно проживающих басков. Вот здесь стрелочкой показано. Сохранялась свою самоидентичность. Они носители доевропейского субстрата, а также у представителей Атланта-Беломорского фальского типа кармонит. Ну, это я сказал. Позволяет предполагать, что эти группы наследуют в большей степени отрицательный резус-фактор от кармонитцев-вселенцев, в которых адаптивные процессы к земным условиям лишь наметились. Резус-отрицательный фактор встречается, ну, это уже было, у 15 европеоидов процентов, у негроидов, 7 процентов, у монголоидов, австролоидов лишь 1 процент. Вероятно, это говорит о более адаптивном и приспособительном характере организмов монголоидов, австролоидов, негроидов к земным условиям. Ну, вот сторона Басков, как ее, в общем-то, рисуют на современных картах. Так, по данным исследований, проведенным в 2008 году, относители резус-отрицательного фактора чаще болеют. Вот такое заболевание есть, это фоксоплазма, у кошек, например, заражается от кошек. Вероятно, на планете Донари, откуда прилетели резус-отрицательные клетки, не было кошек. Вот там у Стругацких там про кошек все время говорят, что инопланетянин пнул кошку какую-то на бой в подъезде. Но вот кошек, видимо, не было. Весьма интересно, что все приматы, включая шимпанзе, горилла, арамбутанов, на исключение немногих современных людей, резус-положительный, имеют кодирующий белок, защищающий от внутренних речечных паразитов. Вероятно, современные люди еще не в полной мере адаптировались к патогенам и микроорганизмам. Это всякие национальные костюмы басков, они тоже весьма необычные. Это, конечно, недогоны с их масками стали, но тем не менее. По данным другого исследования, проведенного чешскими учеными в 2015 году, лес отрицательный чаще болеют инфекционными болезнями. У них кожа чаще подвержена аллергическим реакциям. Они плохо переносят солнечный свет, у них чаще встречается диарея, болезнь пищеварения, печень и остеопороз. Остеопороз это тоже очень важно, потому что кальций вымывается из костей, особенно в пожилом возрасте. В общем, это тоже и окислительный стресс реакции, ну и плюс еще инсоляция повышенная, ну и еще и всякий, так сказать, ацидоз, метаболический ацидоз, газовый, в общем-то, физиологический. Ну, в общем, вот это все как бы вкупе дает вероятный отборский пороз и вымывание кальция. Все это может указывать, что на планете Донора, откуда прилетели пришельцы, более стерильный воздух, гното-биологическая атмосфера, без большого содержания патогенных металлов, которые встречаются, например, у нас в Высокоголе. Вот, долго думали, почему живут эти, ну, на Кавказе, долгожители, там уж все перебрали, и палочку, которая там борется, и, в общем, и инсоляцию, и там разные, так сказать, другие факторы, а потом выяснили, что там меньше просто, ну, как бы, гното-биологическая атмосфера. Ну, по крайней мере, такая версия существует. Еда на планете Доноре, вероятно, не содержит патогенную микрофлору, и это не приводит к проблемам с пищеварением. Монопланетянам не нужно постоянно нейтрализовывать токсины, поступающие в кровь вместе с пищей, от этого не страдает печень и кучки. Астепороз у них не возникает по причине постоянной утечки кальция из костей, которые постоянно связывают патогенные кислоты. Выпадающие в кровь от органов пищеварения. А эти патогенные кислоты, они как раз клеточные, например, муравненные, астепообщественные, разъедают клеточные мембраны и, в общем, разрушают, и, в общем, ничего хорошего. С темки сосудов страдают, ну, и, в общем, все такое. У инопланетян постоянно происходит физиологический ацидоз, не происходит от присутствия в ЖКТ, ну, в желудочно-кишечном тракте, крови, в общем, и в крови, и в желудочно-кишечном тракте, и в организме в целом микробов и продуктов их жизнедеятельности. Постоянный очаг эндогенного брожения, например, в желудочно-кишечном тракте, от съеденных сбраживаемых сахаром при поступлении туда в желудок и кишечник, значит, он негативную роль играет. Дрожжи не добавляют в хлеб по причине отсутствия дрожжей. А может быть, и хлеба у них нет. В общем, резус отрицательный, более устойчивый в велостном инфекции, но менее устойчивый к материальному грибковому поражению, вторжению. Это указывает, что, быть может, на планете доноры в некоторой большей степени, чем у нас на Земле, распространены вирусные заболевания, но в гораздо меньшей степени распространены болезни, связанные с бактериальной и грибковой инфекциями. У инопланетян вырабатывается хороший иммунитет к вирусам, а от бактерий и грибов они защищены плохо. По причине их отсутствия на планете доноры, скорее всего, микозами, ну, микозы – это поражение плесени или всякие там, кандида, в общем, разные микозы бывают, грибковые заболевания на планете, и на планетяне не повезут, скорее всего. Вероятно, на планете доноры условия проживания у наших предков, космических людей близки к идеальным. Это связано с контролем над рождаемостью и созданием искусственной среды обитания с постоянным микроклиматом и оптимальной температурой. Кроме этого, может указывать на отсутствие острой необходимости в зачатии детей с избытком, необходимых для поддержания избыточной численности выживания популяции. На земле люди и животные постоянно находятся под дамокловым мечом вымирания популяции левида. Они неосознанно производят детей и детенышей с избытком в расчете на последующую гибель. Например, в Индии сейчас 1,4 млрд, то есть они превысили Китай по своей численности. В Китае 1,3 млрд. В общем, все это тоже не просто так, а чтобы обезопасить себя. То есть на уровне популяции страхуется от вымирания, производя больше потом. Ну это как, конечно, психосоматическая реакция, но тем не менее. Традиция алгейная и все такое, но все-таки под основой очевидно в этом. Существует большая вероятность того, что наши предки на планете доноре, победив болезни, успешно ремонтируют геном, контролируют генотип и фенотип космических людей. Тем самым они регулируют продолжительность жизни индивидов, планируя количество потомков, эффективно поправляют численностью народного населения. Ну это называется у нас под Гальтону, Фрэнсису Гальтону, позитивной Евгеникой. Хоть я не сторонник, это двоюродный брат Дарвина, Фрэнсис Гальтон, который ввел это понятие Евгеньки. Ну то есть регулируемость рождаемости, грубо говоря, по понятным языкам. Тех, кто рожден, они эффективно обучают всему, чему знают, не допускают войн правополитику, звонок невежеством, амбициями, эмоциями. Перед ними нет задачи утилизации лишнего населения при помощи искусственно созданных и естественных болезней вольных. Ну вот ковид-19 искусственно выведенный, но это не тема нашего сообщения, но тем не менее, во всякие разные другие там, птичий гриф, свиной гриф, прочее. Как говорится, когда людей много, приходят всякие мысли, что надо подсократить, тут сократить своих идей золотого мириата, косвенно-могренно, ну а это все-таки англосаксонские бреди, понятное дело. Вот, сейчас, секундочку, попробую вот тут. Так, косвенным образом это подтверждается тем, что у женщин скрытая эмуляция. Вы знаете, да, что такое скрытая эмуляция? Это отличает их от самых животных. Проблема производства потомков с запасом, а затем экстренной утилизацией ненужных индивидов на планете не возникает, доноре. Кроме этого указывает, что размножение человека на планете доноре не связано с климатическими сезонами, всякими вещами, есть необходимостью беременеть в определенный период, в наибольшей степени способствующие дальнейшему развитию плода и выживанию его после рождения. Открытая эмуляция, ну, то бишь, по-просто речи, течка, позволяет самкам земных животных привлекать самцов для зачатия в период, способствующий наибольшей степени вынашиванию и выкармливанию воспитанию декабря. Ну, там, гону оленей, или там, у медведей, там, в октябре-декабре, перед тем, как увлечься в берлогу, значит, и прочее. Антогенез и гометогенез у людей циклично чередуются друг с другом. Вот тут вот гометогенез, ну, то есть созревание и, в общем-то, половых клеток у мужчин и женщин, и антогенез, это развитие, собственно, зародыша. Это позволяет сохранять популяции, свое единство при разнообразии. Ну, тут еще есть всякие механизмы, очень интересные, вот, когда соединяются, там, мужские и женские. Кроссинговер, например, когда меняются хромосомы, там, участками гены. И это очень удобно, в общем, позволяет поддерживать разнообразие особей. Механизм гемка очень хорошо продуман. Надо отметить, что у современных людей в значительной степени сократился объем головного мозга по отношению к людям верхнего палеолита. Об этом, конечно, знают эволюционисты, но они почему-то не стесняются, стесняются об этом говорить, в среднем на 200 грамм. Причем, что обидно, наиболее обидно, конечно, сократились лунные и теменные доли мозга, которые отвечают за аналитику ассоциативной абстрактной мышления. В меньшей степени это произошло в кармонидах. Вероятно, они должны соображать лучше, чем все остальные земляне. Но научных данных, конечно, отсчет нет. Понятно, почему. Ложно-полнятая западная политкорректность не позволяет публиковать их, детально изучать этот вопрос. Грудная клетка у кармонионцев была, вернее, у некоторых она и сохранилась, у кармонидов пережиточных, бочкообразную форму. Ныне это не редкость большая. Обычно у современных людей впалая в грудь, появляется бочкообразный живот. У современных людей по отношению к предкам, значит, это о чем говорит? Вероятно, что на планете Донаре были меньше кислорода в воздухе. Люди там жили в условиях относительной гипоксии, то есть недостатки в воздухе. Если окислительного стресса, у них, конечно, было меньше. А кислород это кислорода, не будем забывать, то есть все сгорает эффективнее, надо больше жрать. В общем, все там меняется, метаболизм, обмен веществ меняется. На планете Донаре, значит, если сравнить с атмосферой Земли, на Земле в воздухе составляет 21% кислорода. На планете Донаре, вероятно, было меньше. Впалая грудная клетка появилась потомка, все нам говорят, что кислород, нужен кислород. На самом деле, конечно, мне кажется, ошибочная такая реакция. Впалая грудная клетка как адаптивная реакция, чтобы воспрепятствовать полному наполнению емкости легких кислородов. То есть это физиологический механизм, чтобы кислорода была меньше, наполнялась грудная клетка. Что могло приводить к дыхательному газовому околозу, то есть закислению газового молока. Вероятно, это было связано с сутулостью, отмечается у многих антропологических типов, особенно заметно со старением. Изменение формы грудной клетки от тормоненцев, как миополиолит, например, так. Грудная клетка и современного. А людям, говорят, связано с избытным кислородом. О чем говорится, это бочкообразно, а это впало. По всей видимости, у наших предков, инопланетяне, на планете Донаря, отмечалось больше у нас гравитации, чем у нас здесь. Скелет у них, у их потомков более мощный. Скелетная мускулатура очень хорошо выражена, что совершать любое мускуальное движение можно было приложить больше усилий, чем здесь на Земле. Отсюда, конечно, мощный костяк карманьонцев, тех, кого мы знаем, то есть копаем в остатках. Как утверждают эволюционисты, карманьонцы являются типичными представителями тропического антропологического типа. Все это враги, никакой это не тропический антропологический тип. У них высокий рост, длинные конечности, а кожа вторично пигментиров. Ну, так говорят эволюционисты. Однако, это не соответствует действительности. Карманьонцы в большей степени были носители норма астенического типа. Вот примерно такого. У них широкие бедра, даже у мужчин, в отличие от узких бедр африканцев, широкие плечи, хорошо развиты мускулатуры. Этого групп, покинувших Европу в мезолитии, из-за последствий таяния ледника и вторично вернувшихся в нее, сформировался астенический тип. Вот такой характерный для предков, он не характерен для предков верхнего палеолита. Эти типы конституции в целом совпадают с типами, предложенными отечественным антропологом Булнакам. Мускульный тип, норма астеник, грудной тип астеник, брюшной тип, гиперстеник, норма астеник, в большей степени соответствует исходному типу кроманьонца. Вот, значит, да, то есть норма астеник, он как-то лучше. Ну, а лучше, не лучше, как говорится, исходнее. Можно предполагать, что у мужчин-селенцев были очень широкие плечи. Так, в захоронении Сунгиря-1, под Владимира, ну, его называют старик, Возраст 30, по-моему, 32 тысячи лет назад у мужчин были очень широкие плечи. Длина ключиц составляла 19 сантиметров, что при росте в 181 сантиметра является весьма редким явлением, ну, практически мировой максимум. Кроме того, объем черепной коробки у мужчины был больше в среднем, чем у современных людей, 1750 кубических сантиметров, что предполагает больше, чем у нас в среднем, у земному шару 1350, а у астралоидов там до 1000 доходит, и до 900 даже, у мегроидов 1200 кубических сантиметров, у мегроидов 1300. Ну, так распределяется в разных групп антропологических типов. То есть, объем мозга, конечно, не напрямую, но, тем не менее, связан с интеллектуальной деятельностью, и, скорее всего, он сократился вторично, из-за невостребованности мозгов и теменных ассоциативных долей мозга, которые как раз отвечают за аналитику, за абстрактное мышление, за речь и всякое прочее. После того, как кормонет с верхнего полярита покинул места своего относительно компактного расселения в Европе из-за геологической катастрофы при Стоцене Глацен 12,5 тысяч лет назад, у их потомков, расселившихся практически по всей планете, стали формироваться разные адаптические геологические типы. Вот отечественный антрополог Алексеев в своей книге «География человеческих рас» он эту тему поднимал, но как-то не поддержали его ни отечественные антропологи, ни зарубежные. Ну, типы зависят от геологии проживания антропологические, а не от того, что там вышли из Африки. Часто африканцы и метисы появляются на свет в результате смешанных браков с европеоидами, имеют атлетическое сложение. Ну, то есть, вот Мухаммед Али показывает, как его мощного человека. А это всё-таки метис. Гибридная сила известна, гетерозис. Это явление характерно увеличением роста силы, скорости реакции плодовидности. Обычно через несколько поколений гибридная сила затухает. Ну, и в качестве примера может привести, конечно, Мухаммед Али. Его прадед был белокожий ирландец, и в Грейде. Чистокровные африканцы, проживающие в Африке, более гороцильные. Видите, они, в общем-то, тонкая кость, нежели у метисов. Там разные группы есть, конечно, там, бампу и пигмеи вообще маленькие в трактическом лесу. Но это тема, в общем, не в дни нашего доклада. Возникает закономерный вопрос, почему в Европе и Евразии, в целом, у европеоидов сохраняется светлый тип кожи, характерный для наших предков-хроманьонцев, а представителей других больших рас, проживающих в других местах планеты, особенно на юге, тип кожи пигментировался. Очередное дело только связано с географией расселения. Не только. Связано с географией расселения, но ссылаюсь опять на Алексеева. Они утверждают, что европеоиды, а эволюционисты европеоидов кожи депигментировались во время длительного проживания в северной широте за пониженной инсуляцией. То есть, мало, поэтому кожа стала светлой. Депигментация европеоидов – чисто гипотетическая и теоретическая конструкция, предполагающая, что у предков современных людей, выходцев из Африки, была темная кожа. То есть, они априорно сначала предполагают, что была темная кожа, потому что они ушли из Африки. А потом объясняют, почему она могла осветлиться. Ну, дескать, они жили ближе к Северному полюсу. Ну, европейцы до Северного полюса очень даже на оленях ехать, там, пять дней, семь дней пути и вообще. Значит, почему же тогда у чупчей представителей арктической расы, экскимосов, у алетов кожа не белая? Они уж точно живут вокруг, ну, в смысле, по берегам Северного ледовитого океана, уж кого-кому-то к осветлиться так чупчим и алетам. Вот, тем не менее, она не белая у них кожа. Они живут уже порядком, несколько тысячелетий там, как сформировалась вот их арктическая раса. Как мы помним, в Африке тысячи лет проживают белокожие люди, потомки кроманьонцев, например, берберы, да? Ну, вот, пример. Спрашиваете, ну, чего, собственно, она там в Африке-то живет, такая беленькая девушка. Причем в Северной Африке, там как раз где Сахара там рядом. В общем, жарко. Надо же почернеть. Не чернеет, не хочет. Вот. Они почему-то не спешат становиться черными, как банту. Вероятно, дело не в географии расселения, не только в них. Можно предположить такой вариант, объяснение этого феномена. Потемнение кожи, например, у негроидов-австралоидов, связано не только с климатом, но и с повышенной инсоляцией на южных матерях, но и с длительной геологической и культурной изоляцией, которая имела место у предков негроидов-австралоидов. По всей видимости, у людей верхнего палеолита, прямых потомков вселенцев, присутствовала архитическая организация социума. Были думатели-мудрецы, были охотники-собиратели, возможно, были строители-воины. То есть, такая, типа, кастовая система, варная кастовая, которую мы у Индии, например, у индариев могли бы наблюдать, и сейчас наблюдаем отчасти. А были, возможно, они приучали животных уже тогда, мамонтов, баков, лошадей, оленей, у них была развита земледелие. Мы об этом просто не знаем, поскольку эта катастрофа, она стерла все следы, как котком, вот, все эти, культурный слой был сдернут, с селевыми потоками, камнями, что могло сохраниться там, в общем, практически до средней полосы все стерто. Ну, аж я не говорю о Америке, там вообще все, там еще и лошади погибли, и всякие там шерстистые верблюда, и разные там животные, ну, и мамонты, естественно, погибли. Значит, иными словами, общество древних людей разделялось по сословам признаков, но это вот как гипотеза. Каждый из сословий владел своей профессией, передавался к этому мастерству своим чадам. Браки они заключали внутри своей группы, и смешение сословий не происходило. Это обеспечивало хорошую преемственность знаний и постоянное накопление от поколения к поколению. Ну, то есть наследуются еще и всякие разные вещи, в том числе умственные способности, о чем, собственно, предполагают. Чаще считают, что они плохо наследуются, другие, часть говорят, что они наследуются. В общем, дискуссия идет. Вполне возможно, что хроманенцы вовсе не влачили жалкое существование, постоянно были задавлены с трудностью борьбы с природой, как писал Ленин о первобытных людях. Он писал, дословно, золотого века позади нас не было, первобытный человек был полностью задавлен с трудностью борьбы с природой. Были полное собрание с чином. Ну, вы уже забыли, наверное. Был такой Владимир Лиз, бородки ходил. Ну, все там про сказочку, придуманную папами. Вот в этом духе, что там про золотой век и прочее. Нельзя исключать, что кроме охотников на мамонтов, шертистых носорогов и бизонов, обитавших у кромки ледника и постоянно мигрирующих за их стадами, были племенные союзы, которые выполняли жреческие функции. В их обязанность входило следить за правильным устройством социума и хранить, преумножать знания. Такой образ жизни не предполагает суеты, не требует средоточенности, углубления на процессах познания мира и себя. Жрецы могли жить в постоянных поселениях и даже в верхнепалеонетических городах. О том, что такие города могли существовать, вероятность такого допущения, говорят факты. В Малой Азии и, возможно, в других местах существовали поселения храмовые комплексы возрастом 12 тысяч лет назад. Например, вот в Ебек-Литепе, причем там еще не раскопано 15 примерно таких же рядом на этом холме. Это послепотопное время, ну сразу послепотопное. Способ обработки камня требует определенного мастерства, и не мог возникнуть внезапно на пустом месте. Храмовый комплекс включает каменные элементы по 50 тонн. Их надо было как-то изготовить, вырубить из целостной породы, транспортировать место возведения. Охотники и собиратели, молодчисленные группы это не могли сделать. Это требовало общего плана архитектурных работ, а также организации большого количества работников. Без жреческой касты, ну, грубо говоря, направляющих и, как говорится, указывающих, куда, чего, класть, какой камешек, вот, все вот это не получилось, никакая самодеятельность. Это указывает на то, что разделение труда и выделение касты жрецов состоялось еще в верхнем палеолите в допотопное время. Ну, это, да, достаточно понятно, но, конечно, и софициальные историки это не хотят признавать, и даже гипотетически на это еще думать. Ну, это реконструкция храмового хоплиса в гибротепе, 500 километров от горы Арарат, кстати говоря. Вымирание мамонтовой фауны, катастрофическое таяние ледников, некоторые ученые связывают с падением кометы или крупного астероида, 12, ну, разница разнятся, даты 12900, 12500. Примерно в это время в Германии произошел взрыв супервулкана Лах в Корделе, которого образовалось впоследствии Лахское озеро. Выбросы по стратосферу огромного количества пыли спровоцировали катастрофическое похолодание позднего Дриаса, а зачем, когда пыль рассеялась, внезапное потепление на рубеже Дриаса и Голоцена. После того, как пыль рассеялся, у ледника североамериканский, занимающийся в Северной Америке, скандинавский огромный, кстати, они над Атлантикой смыкались, скорее всего, и Гольдстрим, он заворачивался, и он, если есть версия, что середина Атлантического океана был в надлодном состоянии, потому что эти ледники давили, значит, и компенсаторно, кора, она поднималась просто, и вот этот вот серединный Североатлантический океан, он был в надлодном состоянии, ну, в смысле, это хребет, часть из него, и, скорее всего, вполне возможно, Платон был прав о том, что Атлантида, она как раз в районе Азора, Канар, ну, вернее, Азор, Азорского архипелага, где-то там была, или туда поближе к центральному вот этому хребту Атлантическому. Значит, вот когда стала уже эта катастрофа, значит, вызвало небывалое наводнение, гигантские потоки воды, осколки льда, камни уничтожили древние поселения Европы и на севере Евразии, словно бульдозером стерли весь культурный слой, сохранились лежалки и фрагменты белого. Эти пещеры, высотные захоронения, артефакты, куда вода не могла проникнуть. Ну, и действительно, в Мезолите, в общем-то, встречаются лежалки и шалашки. Количество людей очень сильно сократилось, просто неимоверно. Если там, в тех же Костенках, под Воронежем, мы встречаем такие огромные дома, такие массивные, с большим количеством проживающих, то уже эти, в общем-то, мезолитические, практически, цивилизация была отброшена просто, я не знаю, на порядок туда-назад. Уровень мирового океана поднялся на 150 метров, ну и понятно, шельфы огромные были затоплены, где вы? И на северную долину, и по северной Евразии, и кругом именно на Австралии, и так далее, и так далее. Ну, и, кстати, в общем-то, даже австралийский барьерный лиф, уж там уж смотрели, 15 тысяч лет назад, в общем-то, он был в надводном состоянии где-то 150 метров. Ну, известно, что кораллы, они любят солнце, поэтому они над водой. А сейчас он погружен на 150 метров, это как раз 15 тысяч лет назад где-то был в надводном состоянии. То есть уровень мирового океана поднялся. Скорее всего, это затопило, уничтожило не только Атлантиду, располагающую, по утверждению, египетских жильцов в Атлантике, но также гипербаверию, море и многие другие, которые у нас в мифах остались, в легендах. Ну, может быть, континентов в Тихом океане, какие-то цивилизации. Человечество было отброшено назад в своем развитии. Люди, находящиеся на Южных материках, оказались в геологической изоляции. Ну, то есть, грубо говоря, Африка, Азия, Европа, они отделились друг от друга морями, буквально, ну, водными преградами, будем так аккуратно говорить. Отрезаны от руководящих центров оказались люди и лишенные необходимых знаний, которые раньше получали из них. То есть, вот эти центры, очевидно, Атлантида, Лимурия, Гиперборея, они курировали, они вот эти племена охотников, то же самое. То есть, они не в автономном режиме действовали, а были жрецкие центры, которые курировали всю цивилизацию. И, то есть, цивилизация, как единый организм, развивалась из одного источника, преемственность сохранялась. И последовало после того, как вот эти водные преграды отделили материки, и разные части материков, десоциализация всеобщественной культурной жизни. Она привела к большему влиянию на этих людей природных условий существования, чем это было до этого. Вполне очевидно, существует зависимость от уровня знаний технологий, позволяющих строить искусственные жилища, защищающие от вредного воздействия природных факторов среды и изменчивости организма человека под воздействием этих факторов. То есть, грубо говоря, если человек не обладает знаниями, он, конечно, не сможет построить жилища, и он попадает под действие среды гораздо в большей степени, чем тот человек, который искусственный микроклимат, ну, как в Египте. Там же огромная, так сказать, мелиорация и прочее разное. Древняя Египет. В общем, правящая прослойка белая, хоть это и не принято как бы в силу политкорректности говорить, конечно, они защищались от этого палящего солнца, но, тем не менее, те, кто не имел знаний, чтобы построить эти все, эрегацию, там, эти плодородные почвы, нил там, на остальном, смотреть, чтобы тут все, разливы нила там, не затопили что-то, а наоборот, плодородие почвы использовалось с успехом и так далее. Вот, они, конечно, в той же Африке, они, в трофической Африке, они уже, конечно, под инсоляцией быстро загорели. И, кстати, эволюционисты даже признают, что это, даже Алексеев писал в своей книге «География человеческих рас», что в неолите где-то появляется вот антропологический тип негроидов. То есть, это совсем недавняя история. Мы-то привыкли, что пигмей, что-то не там, не самые древние люди на Земле или ничего подобного, около трех тысяч лет назад они... А причина какая вот негроидов появились? Мы шли туда, потеряли социальные связи с центрами принятия решений и стали, грубо говоря, десоциализация. Под этим жарким солнцем у них выгнулись эти слизистые оболочки рта, широкий нос стал, потому что пучеряшки появились, потому что тропическое солнце идет. Ну, это воздушную подушку держат, вот эти пучеряшки, они, курчавые волосы и так далее, и там вода. То есть, у них приспособления уже адаптивные. А черный цвет кожи появился, потому что меланин в ответ на... Это такой, значит, в общем-то, пигмент, который вырабатывается в ответ на... Ну, защитный пигмент, защищает кожу, весь организм от повышенной солнечной радиации. Результат потери связи с жирическим сословием, которое раньше окормляло даже весьма отдаленное в биологическом отношении региона, население. Ну, то есть, грубо говоря, вот эти человеческие расы, можно их, так, грубо говоря, сказать, что, в общем-то, появление этих типов антропологических, отличных, исходного, во многом связано еще с десоциализацией, потери вот этого, значит, воздействия вот этой группы жрецов. ну и, кстати говоря, известно, что Поршнев собрал там дикие люди, тот же Снежный Человек, он появляется где-то там на Ближнем Востоке, у Шумеров есть записи, у Аркадской мифологии и так далее, потом у Аиндари, у Телеранских арии, в общем, они действительно такие уже, они даже утратили речь, речь, фактически, то есть, видимо, после потопа вот эта популяция доживала, доживала и, наконец, ее практически всю повыгали сейчас. Ну, они такие австралоидного типа с темной кожей, вне речевые, но это отдельная тема про дикого человека, но тем не менее. В общем, это как раз говорит о том о хорошей приспособляемости людей и о том, что он изменяется под воздействием отсутствия знаний, так сказать. Африка и Австралия были отделены водными неопреданными самым центром. Ну, я-то уже говорил, значит, в результате кожа южан в большей степени стал подвергаться инсталляции, потемнело из-за наличия пигмента меланили, нейтрализующего вредное воздействие на кожу солнечных лучей. Облик южан заметно изменился от примитивного образа жизни. Произошло это по причине остаточного сокращения объема головного мозга, особенно уловных, теми, и, в которых отвечают за афрактно-ассоциативное мышление. Ну, конечно сократился объем черепной коробки. То есть австралоиды стали похожи на эректусов, которые там, я не знаю, миллион лет назад обитали. Можете себе представить. Современная цивилизация, развиваясь на основе допотопной, во многом восстанавливает утраченные знания. Прежние, я имею в виду австралоиды, коренные, коренные населения. Утраченные знания, прежде чем коммуникации между народами стали активно восстанавливаться в современном мире благодаря освоению новых земель. Миграция населения породила новую проблему. Смешение разных народов и единый суперэтнос. Это, например, можно наблюдать в США, в меньшей степени в Европе. Ну, и в Советском Союзе это приветствовалось, там, в Хэббице, помните, там, сентенции того, что в нашей стране любят всех ребятишек, рожайте там цветных, белых, желтых, крапинку, яблочко, на то, что там любовь Орлова со своим черненьким ребятенком. А сейчас, ну, это было понятно, это было в СССР вызвано политикой дружбы и всякой там борьба с апартеидом, с западным влиянием, а теперь, в общем, эту эстафету переняли США, вот этот плавильный котел, так называемый, или салатница, ну, вернее, плавильный котел, это, в общем-то, идея миграции, мигрирует население в США, в Европу, в меньшей степени, значит, возникает вопрос, донести до всех потомков смешанных браков знания, которые составляют основу цивилизационного мышления, с увеличением количества мигрантов США в Европу эта задача заметно усложняется, поэтому им надо идти на какие-то уступки, политкорректность, как в Париже говорят, апартеид белый, черный апартеид, апартеид наоборот, когда много арабов, негров, уже в Париже, белых, вот, с увеличением количества метисов пропорционально уменьшается количество белого населения, являющегося хранителем знаний предков, даже на генетическом уровне, ну, и плюс еще качественное мышление, качество мышления потомка смешанных браков тоже снижается, но англосаксам это только выгодно, потому что дураками управлять очень удобно. Существует еще одна проблема, ну, дураками я условно, в кавычках, но такими в меньшей степени продвинутыми, так сказать. Существует еще одна проблема у наследования от допотопной цивилизации. Согласно версии, изложенной Платоном в двух диалогах Тимей Критий, потопу предшествовала война между Атлантидами и жителями материка. Атлантида была в большей степени морской державой. Ставка делалась на присоединение новых земель, эксплуатация аборигенов в Атлантиде. Жители материка в большей степени отвечали характеристикам духовной державы. Их могущество держалось не на грубой селе, а на нравственности долгие подвластным им народу. Потоп уничтожил Атлантиду, погрязший в пороки алчности носу по Платону, а также уничтожил все войско континентальные державы, противостоящие современная ситуация сложившейся в мире в некоторой степени повторяет допотопную. Предки англосаксов восприняли от сохранившихся в Европе потомков Атлантов кармонит знания о переплавании в военном деле. Ну, когда пришли культура боевых топоров до 3-й тысячелетия до новой эры, отколовшись от праиндоевропейцев, которые обитали в степном поясе Евразии, они пришли в том числе в Европу. И считается вот эта теория до германского субстрата, что они на основу мореплавания, военное дело, сложение крепостей, они взяли как раз у этих кармонит. ну, не все разделяют эту теорию до германского субстрата, потому что фатьяновцы, вернее, не фатьяновцы, а фатьяновцами называют у нас это культура боевых топоров или шнуровой керамики, они бы скотоводы по преимуществу, но, конечно, у них не было знаний, как там мореходов, мореходного дела. Англосаксы потом это хорошо в колониальный период использовали и стали могущественной самой первой державой морской. В современном мире это приобрело антагонистический характер цивилизационного противостояния между Западом и Россией. Ну, еще был такой Макиндер, кто не знает, в 1904 году он делал доклад Королевскому географическому обществу англическому, где разделил как бы геополитически всю землю на Хартленд, серединная земля примерно соответствует территории СССР бывшего или Российской империи. Серединная земля, которая сверху льдами закрыта, как крепость суши, еще я назвал, снизу под брючью там Гималайи, Тиньшани, горы, туда не подступишь. Сейвхот, и он был как раз советником английского в 19-м году, как раз в период революционных потрясений, вот, и вот он такой, и НАТО, и План Маршалла, и многие другие проекты англосаксов, евразийского сотрудничества, они сделаны, собственно говоря, вернее, созданы на идеях, которые Маккингер в свое время геополитически, а противостоит им вот этому серединному как бы центру, который должен быть взят по Маккингеру, Римлянт, это вот те зоны, куда военный торговый флот США и союзников может пробраться, условно говоря, Китай, Индонезия, Япония, в общем, ну куда вот они могут, там Африка, доплыть, на военных кораблях, торговых, кого там подкупить, кого что, и вот это противостояние континентальных и морских, оно имеет 100-летнюю давность, эта теория, она сейчас реализуется, ну это мое личное мнение, на Украине реализуют, то есть они играли в долгую англосакс, конечно, они играли в долгую, в отличие от других политиков, и они этот план реализуют. На одном полюсе находится евроатлантизм, строящий свое могущество на бизнесе, обмане, порабощение, с другой стороны россияне, традиционно тягосивающим к нас, нам ориентируем в политике и континентальной державе, которая располагалась в послепотопное время от Черного моря до Китайского Ордоса и даже дальше до Желтого моря до Тихого океана. Чем закончится это противостояние неизвестно, но и такая последняя фраза неужели новым потопом? Ну, дай-думаю, на дело не дойдет, но если так принять, что наши мысли они каким-то образом связаны с климатическими, это опять-таки тема отдельная сообщение, то в общем от наших мыслей настроение много и в погоде и в катаклизмах и в геологии тоже изменяется. Ну, вот это баннер, который Йорк попросил, да, и второй это вот Макс. Макс в 908 году нарисовал эту картину, причем рисовал три года, тут вот видно в этом какой-то акрополь, так условно, очевидно, а это Корра, богиня с птичкой, с вовисеющей душой и какой-то разлом. Заживается террор антикус, древний античный ужас. Древний античный ужас. Да, древний ужас. Вот, то есть разлом, а может так понимать, что это евроатлантисты, а это не от евроатлантистов, это то есть да, ну все, спасибо. Да, ну можно свет включить, наверное, если нет. А? Нет, я включаю, почему я? Вот смотри, ты немножко совсем перечислил, вот просто хотел, вообще существует, просто вот если мы говорим о планете Дональ, да? ты соответственно уже какие-то привел это параметры это освещение или освещенность это и притяжение и тому подобное. Но я хочу спросить вообще два вопроса. Есть ли еще какие-то скажем параметры, чтобы хотя бы представить, что из себя эта планета должна вообще представлять? Это раз. И второй вопрос. Когда мы говорим, что если на этом Дон, ну так, я подразумеваю, что на этом Донале появились неважно вы помните но предки народа земли, по-русски и земля, да? Вот, конечно, можно смотреть, я понимаю, что здесь множество, но я просто образование не позволяю, скажем, всяких мелких анатомических и физиологических моментов, которые вот, но, что называется, на слух, иногда поймать это трудно. А вот что у нас, скажем так, говорит о том, вот чисто анатомически, что мы все-таки не продукт этой эволюции, а действительно с Дону. Ну, вот я Георгу там еще одну лекцию на этот счет, доказательства... Нет, вторая лекция нет, нет, что человек был создан специально. Ну, примерно так она звучит. Главное, там очень много всяких факторов и физиологических, анатомических, биомеханических, гомеостатических, сравнительно анатомических, эмбриональных. Ну, вот, что меня поражает больше всего, например, вот, ну, просто по коже и про резус-фактор, и про это я сказал кое-что. Вот, у эмбриона человека начинает формироваться третий глаз. Внутри пениальный орган есть такой, парапениальный орган. И он с полуторамесячного эмбриона, он радиментируется. Причем он потом затухает. А? Потом затухает. Нет, он не затухает. Он обратное развитие апоптосового возникает. То есть клетки рассасываются, но дело в том, что у полуторамесячного эмбриона в утробе матери уже формируется полость глаза, хрусталик, формируется сетчатка, формируется сосудистая сеть, формируются зрительные нервы, и все это уходит в пениальный орган, в эпифис. Это все связано. А эпифис с выработкой мелатонина, это ночного гормона, и серотамина дневного, серотонин переходит в ночной гормон, то есть меняется химически. Он связан со сновидениями, так или иначе. Там есть пенелоциты в самом эпифисе, но это такие фоточествительные клетки. То есть когда мы видим сны и сновидения, и у нас в голове возникают образы, ментальные репрезентации, психологи это называют, мы мыслим ментальными репрезентациями, то есть мы какой-то образ видим, мы его, то есть мы не звери, мы, вот звери так не могут. Вот. Я считаю, что вот этот орган, который не состоялся, вернее он рудиментировался в современных людей, это внутренний кинотеатр, он помогал их просто реализовывать эти ментальные репрезентации. То, что этот орган формируется, такой сложный орган у эмбриона, именно сложный орган, а потом он рассасывается, говорит о том, что наши предки, к сожалению, это потеряли. И мало того, через иннервации идет через шейный, ганглии, там, в общем, очень сложная система. Это связано было и с зрителями. Вот третий глаз, можно сказать, что он как бы поворачивал картинку? Он, когда мы в рем-фазе сна видим быстрый сон со сновидениями, то он просто, ну, можно даже говорить о том, что это осознанные сновидения. Можно было формировать вот эти ментальные репрезентации. Вообще, само наличие сна, оно тоже тайно. Почему человек спит? Вот, и это не объясняется, то, что он там, отдых нервной системы и прочее разы. Вот, знаешь, я тебе объясню, цель моего допроса не очень, там, нет, посмотри, дело в том, что я однажды, здорово, что называется, травмировался, я, я, я оказался у этого у врача, так, как у вас, термотолог, ты бы, знаешь, тогда было с куиской, народу к нему, о, собралось, боюсь, вот, чего он упал, и тому подобное. Так вот, он мне интересную вещь сказал, говорит, Юрий, говорит, вот, поверь моему слову, он меня просто видел, что я когда-то на РЕН снимал, узнал, посмотришь, вот, он мне говорит, вот, в РЕН, моя догадка, точно подойдет, я говорю, а что случилось? Говорит, понимаешь, о чем дело? У меня, сколько лет пьется, мысл, что человек, если появился, то приблизительно с планеты, типа Марса, я говорю, еще отрясу, а он говорит, а посмотри, ни одна лошадь, ни одна собака, ни одна кошка, с словною лапой, ко мне не приползет, то есть, притяжение на земле, при таких вот скользких, прочих поверхностей, вызывает кучу переломов, то есть, которые не свойственны тем животным, которые родились на нашей планете. Ну, тут, да, надо просто понять логику, с которой, в общем, тебе это все говорил, он, видимо, как практика, он имеет какой-то опыт большой, вот, что он имел конкретно, про переломы. Я имею в виду, что наш скелет не приспособлен по нагрузкам, особенно экстремальным, по сравнению с тем, которые есть у животных. Ну, я понял, я понял. Дело в том, что у нас, ну, я об этом сказал, у нас окислительный стресс в клетках и окислительный, значит, ацидоз и газовый, и метаболический. Ацидоз, что это значит? И он требует, как бы, грубо говоря, щелочных элементов. А где взять щелочь? Никто об этом совершенно не понимает, как надо питаться. Берут из кальция, из кости, просто тащат. И поэтому дырки в костях возникают, дырки. Поэтому человек шлюпнулся, особенно там, вот чуть-чуть. И шейка бедра там у девушки за 50 лет сломалась, да? Казалось бы. А поди ее и почини, эту шейку бедра. Там два года, три года ходить будешь, и потом еще неизвестно, срастется ли. Не, ну, просто я говорю, что вот эта вот проблема, утечка кальция и все течет, это же связано с чем? Потому что нарушаются гомеостатические реакции в организме. Нарушаются просто. И они совершенно по-другому идут. Мы в состоянии постоянного окислительного стресса находимся. Вот. Это связано и с микрофлорой, и с питанием неправильным, и с массой других, и с наличием кислорода большого в атмосфере, потому что он сжигает все. Вот. Гурцы, я же говорю, они дольше живут, потому что реально они живут в условиях гипоксии, и у них немножко по-другому процессы идут. Поэтому, а как их приезжают сюда, в Москву, вот я познал профессора, вот он во втором меде работал, знакомым, по завкапидру, вот он приехал, просто они хорошие анатомы, они там знают, осетин, как чего резать, они хорошо тут становятся, там на овцах, а потом на людях начинают все резать там и все прочее. И он, в общем, обычная продолжительность жизни. А его брат, который живет до сих пор, ему уже за 100. Ну и у него там родственники, которые остались там, они живут долго. А стоит им сменить локацию, они ожидают ночь. А кстати, слухаю мысль. Правда, она у меня уже не сейчас родилась, а по кофе. Я ко всем хочу, перед всем извиниться. Переселимся в город. Сейчас, нет, сейчас просто пойдет речь, скажем так, о том, что обычно не печатаем ноту, не печатают, а что вы меня, потерпите. Может, это же не писать, но потом вырезать. Нет, зачем вырезать? Ты уж говори то, что можно. я тебе объясню. Вот смотри, что получается, что человек, практически человек, единственный, живое существо на планете именно изных питающих, которым, простите за выражение, требуется туалетная бумага. То есть. Почему вырезать? Очень хорошая... Нет, это своего рода для соломы. Для этого рода аномалия. В общем, давай так, по сравнению с животным миром. Кошки вырезают, например. Нет, туалетной бумагой кошки не пользуются, если им не подкладывают это, мелко нарезанное. Дело о том, что по-другому совершенно происходит очищение кишечника. Вы смотрите, туалетная бумага у нас есть, а когда ее не было, летом, извините, потом в Африке это используется, эти переветы на солнышке, камни, они всегда чистые, выночные, что все выжигает. на Руси в древнем использовав сено, мох и тому подобное. То есть потребность в этом материале была всегда. А животным это просто не нужно, потому что у них, извините, сзади пропота очищается. То есть это совершенно другой принцип. Тормовая база все-таки нарушена у человека. Нет, это хорошая. На эту тему надо диссертацию тебе защитить. Нет, нет, враги. Если бы мы говорили вы в селе жили когда-нибудь? Да, не по-другому. Да блин, животным точно так же обгаживаются и тоже с газом задом ходят. Знаете, это когда расстроены живуток и не более того. Причем насчет всего коровы все-таки они ходят. Я человек, проживший детство в деревне, всегда и коровы, и овцы, и овцы. Про свиней уже говоришь нечего. На то они и свиньи. Если у человека нет теории, то у него задница будет чистая. Если теория, то приостеревшись. У него не особо и у всех родственников и овцы. Александр, скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что по вашей мысли одновременно погибли сказанные Атлантиды, допустим, и Мурии, и так далее? Я думаю, да. Вот был Кондратов такой. Да, вот книжка он там пять континентов подписал. Вот, я думаю, вот это вот, ну, я понимаю, что в оккультной, эзотерической, там, у Розенкрейцеров немножко своя система, они там подно Атлантид, вторая погибла, третья, они там это все так долго разводят, но у Розенкрейцеров и Блаватская, она, во-первых, эволюционистская отчасти, потому что в тайной доктрине она там Дарвина перефразировала на свой лад, такой эссе получилось, эклектика между верованиями из Пуран, так скажем, заимствования из местных каких-то источников и Дарвина. Ну, я так свое мнение не обижаю, конечно, мадам Блаватскую, вот, поэтому я думаю, что сейчас многие вещи просто не актуальны, которые она писала, но, а вот если брать по фактам, вот эта геологическая катастрофа пристацена-голоцена, она просто перекроила карту земли очень сильно, просто сильно, и мы не знаем на самом деле какие города были в Европе и в Евразии, а наверняка не были, наверняка, просто вот когда это бедо пепли нашли, это была сенсация, так не так давно кстати была, вот, как, да как, вот, а там еще кстати немцы обнаружили, что там у них акаметия, вот они прочитали эти, ну, такой, скажем, метафорический язык вот этих вот фресок, которые там выбиты, ну, в виде животных разных, и они утверждают, что там сведения акаметия, которая разрушила вот эту вот, ну, как бы все, все пространство обитания, ну, и на самом деле плестоценовая катастрофа, вот эта голоценовая, плестоценовый парк, который располагался по краям ледника, практически по всем северу Евразии, он просто уничтожил, были уничтожены, вот, допустим, белых река, там с лесом вместе перемешаны огромное количество костей, деревья перекручены, то есть катастрофа была неимоверная, конечно, и мамонтовая фауна вся погибла, вся погибла, причем палеонтологи это знают прекрасно, но в силу нежелания вот эти ассоциации, как бы, с потопом, ветхим заветом, там, причем и у шумеров этот потоп был, они просто эту тему как-то обходят, а главное, непонятно почему, там тысяча версий есть, почему это произошло, то ли комета, то ли астероид прилетел, то ли еще чего-то, то ли там вулканическая деятельность вот этого супервулкана, который вот лох образовался, там, озеро, вот, в Германии, то ли еще чего-то, ну, в общем, почему это произошло, совершенно непонятно, главное, нет желания выяснять, вот это хуже всего, ну, есть табуированные темы, которые просто обходят современные навыки, вот они решили эту тему, иначе мы будем церковником подторферять, не будем, даже, чего уж в Пине, у меня профессор, который я учился, он воцерковленный человек, представляете, в Пине, дарвинистов, начальник отдела, его должность, Ефремов, он, антонич, занимал, я не фамилию не буду называть, и вот он говорит, да, вот и то, воцерковленный, уже, и тот же, революции, он говорит, да, ну вот, карманенцев было реально мало, то есть их мало, откуда они взялись, извини меня, карманенцев, что они потом, к неандертальцев, говорят, что за чушь, откуда они взялись, с развитой ориеньякской культурой, это же не мастье никакая, все взялось откуда, раз и все, откуда они взялись, они же на этот вопрос не отвечают, ну да, извините, да. Такой вопрос, все-таки по вашей теории, центры происхождения человечества, это были Атлантида, Гиперболея, или был один какой-то центр, и была ли вот эта модификация тех существ, которые орбитали на Земле, от одной расы, одной инопланетной расы, или от нескольких рас, то есть является ли человечество все родственниками, да? Ну я считаю, что человечество является родственниками, наши предки карманьонцы, в широком смысле этого слова, был такой отечественный антрополог Дебец, он эту тему высказывал, этот термин ему принадлежит, карманьонцы широкого смысла, они похожи друг на друга, и в Китае, в «Хлум драконьих костей» найден, череп, он фактически похож на Сунгириадин, который под Владимиром найден, этот же похожий тип он обитал в Европе, карманьон, карманьон, похожие типы обитали в Индонезии, то есть фактически география очень широкая, то есть но их было реально мало, поэтому погребений какие-то остались, какие-то нет, то есть их можно по пальцам пересчитать, людей было мало, я думаю, их было вселенцев не больше тысячи человек, скорее всего, постепенно численность росла, и они по лику планеты путешествовали, расселялись, кеневийский человек в Америке тоже он не этот самый, не монголоид же, вот, такой скандал был, вот, это кеневийский человек 9 тысяч лет назад с половиной, вот, откуда там европеоид взялся, карманил, скрутил, потом, значит, политкорректно думали, думали, несколько лет сравнивали, опять какие-то всякие там шуры-муры, сказали, кеневийский человек это Айн, Айн, значит, еще лучше, Айн, вот, центр, современная наука считает, что люди вышли из Африки, да? А ваша теория нет, ну, я не знаю, где была локализация первичная, может быть, она была и в Северной Африке, тогда не было Сахара покрыта была лесами, там была благоприятная деятельность, ну, в смысле, не было пустыни, пустыни уни песков этих не было, поэтому точно сказать, где, но, скорее всего, Ближний Восток вот там вот где-то появилась впервые популяция, а потом где-то в Верхнем Палеолите вначале оно начинает движение в Европу, в Европу, и вот они выбивают неандертальцев просто как диких зверей, на дух, там говорили же, что неандертальцы наши предки, все-таки, целые антропологи трактаты писали, и в 96-м году в план Конституте извлекли из сгиба локтя ДНК неандертальца, сравнили и говорят, ну, нет, не похоже на современного человека, и тут антропологи вдруг прозрели, ой, действительно не похоже, а где же вы были, тот же Герасимов, тот же Алексеев, тот же Дебец, тот же Бунах, тот же Рогинский, там, это только наши, а зарубежные, там, в общем, Коны, все прочие, они все кричали, что да, мы от неандертальцев, ну, как же, неандертальцев уже расы даже человеческие просвеживаются, и тут все прозрели. Ну, потом они немножко откатали назад, они сказали, что 2% было, 2%, у Европы, у европейцев, а у негров, ну, так совсем не было, ну, вот так, или 0,7, там, ну, разные цифры, тоже манипуляция с цифрами идет, поэтому, тут они подгонкой занимаются, понимаете, поскольку это все зависит от гранты, престиж, коллеги, договорные отношения, они занимаются подгонкой, и черепа датируют, то так, то так, то говорили, про сапиенсы, нет, это фиг, про сапиенсы, нет, это фиг, эти черепа, это он и все, фиг, значит, как только неандертальц выяснил, что он никакой не предок, они сразу вспомнили про эти фиг, якобы, достали из пыльных шкафов, стали их датировать 300 тысяч лет, там, некоторые 500 тысяч лет датируют, на, по праву сапиенсы, уже называют сапиенс, сапиенс появился 500 тысяч лет, извините, но какие-то сапиенсы, какие-нибудь, они даже на карманетцев не похожи, ни черта, ну вот этот, ну, масса там, в общем, людей, которые найдены, они совершенно, антропологический тип другой, причем сопровождение нет археологического никакого. Вопросы основные закончились, потому что я так специально говорю, у нас программа не закончилась, программа не закончилась, после лекции Александра у нас еще кое-что. Нет, нет, я хотел дополнить. Я понял, есть такая гипотеза о том, что разные расы людей прилетели с разных звезд. Это как раз к этой теме. Я хочу что сказать, лошади и зебры не скрещиваются, одно и то же животное, оно и скрещивается. Лошади и ослы скрещиваются, получаются лошаки и мулы. Все люди между собой скрещиваются, это говорит о том, что все люди одной породы, то есть у нас всех единые предки. Мы не прилетели ниоткуда. И теперь вопрос по теме. Откуда взялось это назвать? Атлантида и Гиберборея указаны в древних первоисточниках. Лемурия и мул континент в древних первоисточниках я не нашел. Откуда это назвать? Если кто-то знает, подскажите, откуда это назвать? Ну давайте я на первую часть отвечу. Вот вы сказали, что... Я вас спрошу, да? И вот так получается, если люди прилетели с какой-то планеты, откуда взялось это название планеты, и с какой звезды они прилетели? Ну вот еще раз, чтобы было понятно, моя точка зрения какая. Карманьонцы появляются в небольшом числе, современные расы, все расовые группы, их потомки. Просто зависит от климата и от социальных условий, насколько они почернели, насколько они стали, изменились по отношению к исходному типу. В меньшей степени изменились вот эти фальская или дальская раса. В меньшей степени. Они это коробки так и называют, перезычные карманины. Вот, они, ну, остались более-менее похожи. А остальные все изменились по разным причинам. Поэтому я считаю, что источник один был для современных людей. Никакого отношения ни к неандертальцам, ни к эректусам, ни к пятикантропам, ни к азиатским, ни к африканским. Откуда у вас название планеты? Название все-таки это немножко такая фольклорная... Название чье? Вы сегодня назвали название планеты, с которой... Нет, планета Донор. Я назвал планета Донор. Ах, Донор? Донор. Извините. Нет, нет, название... Это было бы слишком жирно. Я не знаю. Ну, какие-то вопросы, если есть еще. Да. А вот вы не рассматриваете такую версию, что, возможно, могло быть... Вот вы сказали, что от кроманьонцев и они все за счет обитания деградировали или изменились как-то. А может, скрещивание произошло с местными какими-то? И от этого получилось? Потому что современные исследования, допустим, китайских ученых говорят, они им вообще выделяют, чтобы был вообще, допустим, синантроп еще. Отдельный получается какой-то там. Ну, с синантропом это ван дер Райх был такой, он гигантоидную теорию предложил. Он изучал синантроп пекинского человека, мегантропа, гигантопитека. Но себе испортил карьеру именно гигантоидной этой теории. Вот, он сторонник был полицентризма. То есть, ну, что это значит? Разные обезьяны на разных ветках не качались. То есть, грубо говоря, европейцы произошли от, кого бы сказать, австралопитеков, ну, условно говоря, значит, азиаты произошли от китайского человека, синантропа и прочих разных, и от китайских обезьян. Ну, я так утрирую, конечно, не от китайских обезьян, вот, пятикантропы, это, значит, предки австралоидов, ну, и так далее. То есть, эту концепцию взяло на вооружение в Третьем Рейхе ведомства Гиммлера. Ну, ну, даже дело не в этом. Полицентристы и моноцентристы, они все время боролись вот на протяжении эволюционной, то есть, становления эволюционной антропологии. Другое дело, что сейчас к такому мультикультурно, мультирасовому, как бы, пришли, что было и так, и так, то есть, и вашим, и нашим, как бы, каждой сестре по Сергею. То есть, этим не объясняют ничего, а просто говорят о том, что пока эта проблема, она трудноразрешимая в в рамках эволюционной антропологии. Но я считаю так, что скрещивание, если и было с эректусами, допустим, или с неандертальцами, то оно было очень минимально. Оно совершенно не оставило след ни генетически, ни полинеантропологически в популяциях современных. Ну вот, например, даже хоббиты, так называемые, флореский человек, спор идет. Ну, найдено на острове флорес, вы знаете, да? Вот. И многие предполагают, даже эволюционисты, что это сапиенсы, только деградировавшие. Причем, датировка изначальная была 13 тысяч лет, 67. Как раз в сапиенсные входят. Потом стали говорить, ну не может такой сапиенс-метр быть, и у него голова как крупный гейфл. Что это такое? Это как австралопитек какой-то, у него размер черепной коробки 380 кубических сантиметров был зафиксирован как у шимпанзе. Ну как же сапиенс может быть такой пастень низко за несколько тысяч лет и за... Как же так? Даже остальная изоляция. Я помню Зубов, который у нас главным антропологом был при Академии науков, когда только нашли, в 2004 году он жир тогда был. Вот он говорит, да это фейки этих самых, что вы их слушаете? Они все фейки-фейки. Вот, может сказать, главный специалист, значит, антрополог наш, Россия, но царство ему небесное, конечно, потом он изменил точку зрения. Вот. Поэтому они не могут некоторые вещи объяснить. А как Высовский пел, о чем не знает, молчит наука. Поэтому многие вещи... А вот Дробышевский сейчас говорит о том, что, ну, правильно, это потомки эректусов. Извините, эректусы полтора миллиона лет назад жили в Африке, они вдруг перебрались за 7 тысяч километров на отдельно взятый остров в Индонезии Флорес. Какого рожна? Они там полторы миллиона лет на этом острове прозебали и превратились в хоббит. Ну, это просто смешно. Потом билеты взяли. Не, ну, это какая-то чушь просто собачья. Можно сказать, что они переплыли через океан просто. Ну, а сейчас потомки экспериментов генетических там, да, допустим, цивилизации, другой цивилизации разные вот эти вот виды людей могут быть оставшимися вот потомками, да, вот тех может быть как вот у Ситчина написано, да, что были там делали человека там сначала он не получился нормальным вот ленивый был один не мог размножаться там такой-то и такой и сякой был то есть много было экспериментов сделано может быть какие-то из них остались продолжили свой рост да и ну потом вымерли да доктор мор остров доктора мор по поведению новых людей но на самом деле генетические эксперименты я думаю такая немножко тема она нет она вполне себе генетические эксперименты идут например вот пытались вывести гибрид шимпанзе и человека об этом мало кто знает это те же опыты иванова которые сухумские обезьянь заповедник но еще есть биологические химпанзе это не получилось потому что количество хромосом не совпадает но ведь красная звезда писала там в 1936 году что желающие войти в клетку санки шимпанзе мужчины молодые которые хотят на практике подтвердить теорию Дарвина мы приглашаем в общем и так далее пробовали разные он изобрел метод искусственного осеменения иванов конечно не обязательно в клетку входить но не подтвердилось но потом есть и химеры еще биологические это более продуктивный вид когда сталкиваются два эмбриона человека и шимпанзе снимается защитная оболочка на ранней стадии 4 клетки допустим они сталкивают 4 и 4 образуется такой одевается в искусственную оболочку и он начинает развиваться искусственный эмбрион человека и шимпанзе но на стадии когда формируются крупные сосуды кровеносные развитие дальнейшее прекращается потому что в силу генетических особенностей и уже морфологических особенностей организма человека и организма обезьяны опыты такие ведут опыты ведут и со свиней пытаются просто это не афишируется да ну ладно маленькое объявление да я выключаю да отдельная съемка нет ты хочешь что сказать сейчас я планирую сказать буквально 3 минуты записи а давай все тогда это выключаю я буду маленькую